День китов и дельфинов Праздник был учрежден в 1986 году, когда начал действовать запрет на китовый промысел после 200 лет беспощадного истребления китов. Запрет означает, что во всем мире охота на китов, а также торговля китовым мясом запрещены. Однако китовый промысел не единственная угроза для животных. Еще один из главных факторов исчезновения китов, дельфинов и других морских млекопитающих – это их отлов для дельфинариев, океанариумов и цирков. Поэтому сегодняшний день считается днем защиты не только китов, но и всех морских млекопитающих. Особое значение этот день имеет для России, поскольку в морях Российской Федерации обитает несколько десятков видов – китов, дельфинов и тюленей. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Овны. День, наполненный впечатлениями – вот что вас ждет. Вы даже снизите свои амбиции, спрячете упрямство. Настолько приятными окажутся встречи с новыми людьми. Тельцы. В личной жизни избегайте откровенных разговоров. Посвятите вечер спокойному и культурному отдыху. Прогуляйтесь перед сном. Близнецы. Не стоит чересчур настойчиво вести себя в отношениях с новым партнером. Здесь не время работает на вас, а чувства. Они должны быть искренними. Раки. Разрешатся материальные проблемы, но бумаги собирайте заранее, если собираетесь взять кредит. Наставления друзей поднимут настроение. Львы. Бизнесменам не рекомендуется вести переговоры в присутствии третьих лиц. Высказывайтесь строго по теме. Ряд бытовых проблем ожидает вас вечером, дома. Девы. Ищите пути для саморазвития. Имеющиеся методы уже устарели. Осторожнее выполняйте упражнения в спортзале. Ориентируйтесь на инструктора. Весы. Редкий случай выпадет в лотереи. Возможен крупный выигрыш. Не экономьте на вещах, которые сделают вас привлекательнее. Скорпионы. Деньги придут к тем, кто оформил частную деятельность. Предпринимателям сегодня обязательно повезет. Обдуманные траты разрешаются. Стрельцы. Главное не поддаваться искушению в любви. Если с головой нырнете в новые отношения, то вряд ли окажетесь счастливы. Козероги. Вам скучно? Может быть, отдых на природе поможет? Наверняка светлая мысль придет. Реализуйте ее с минимальными затратами. Водолеи. Гороскоп предсказывает морально неустойчивый день. Можно стать виновником скандала. Избежать споров и ссор можно, если снизить эмоциональный темп. Рыбы. Вечером придется уговаривать друга на какую-то милую авантюру. Если согласиться, то вы оба окажетесь в выигрыше. Доброе утро, дорогие телезрители. Таким же ярким июльским утром только в 1774 году, а именно 27 июля, в городе Саранске случилось памятное событие. В наш город вошли войска Емельяна Пугачева. Это непростое, сложное, неоднозначенное событие оставило глубокий след в истории нашего города и в исторической памяти наших горожан. В нашем краеведческом музее хранится один очень важный артефакт, который связан с данным событием. Вот здесь в витрине вы видите то самое облачение, в котором архимандрит Александр 27 июля 1774 года встретил, как тогда записали, Пугачевского императора при его входе в город. И в этом облачении он служил торжественный молебен. Как же сохранилось это облачение? Почему оно в такой хорошей сохранности, хотя ему практически 300 лет? А все дело в том, что после того, как архимандрит Александр отслужил молебен, а затем 28 июля 1774 года дал званный обед в Петропавловском монастыре в честь императора Петра Федоровича, то есть самозванца Емельяна Пугачева. Уже 29 июля, когда Пугачев ушел, а на следующий день в город вошли правительственные войска, архимандрит был арестован. И вот это облачение и эта митра, они считались арестованными. И долгое время, вплоть до революционных событий, хранили в Саранском Петропавловском монастыре. Затем, после того, как в 1928 году монастырь был закрыт, данное облачение переходило из церкви в церковь и, наконец, оказалось в Предтеченской храме. Предтеченский храм закрывался одним из последних, и по акту от 1940 года данные облачения и данные митра поступили в фонды нашего музея. И при поступлении со слов священника Рижского было как раз записано вот это предание, что именно в этой филоне и в этой митре архимандрит Александр встречал Пугачевского императора. И долгое время они считались арестованными и не использовались. Вот это великолепное облачение, оно выполнено из французской парчи первой половины XVIII столетия, а плечи украшает блистательное шитье золотными и серебряными нитями по красному, несколько выльнившему бархату. Митра архимандритча была украшена пятью эмалевыми образками, из пяти сохранилось два, сверху изображение бога Суваофа. И также мы видим еще одно эмалевое изображение, остальные были утрачены, видимо, в ходе революции. И также митра украшена многочисленными искусственными и полудрагоценными камнями, а также стеклами и стразами. Понятно, что данная митра была одной из, конечно же, самых парадных. И в этом-то парадном облачении Пугачев был и встречен. И один из первых историков, который описал пугачевский бунт, и писатель был, конечно же, Александр Сергеевич Пушкин. Если вы заглянете в витрину, то здесь находится та самая знаменитая история пугачевского бунта. Пушкин одним из первых получил доступ к документам. Рукопись он закончил в 1833 году, и когда он показал ее государю-императору, то Николай I лично зачеркнул историю Пугачева и написал историю пугачевского бунта. Именно с таким названием в 1834 году, тиражом в 3000 экземпляров, эта книга и вышла. И вот один из этих экземпляров вы можете увидеть в витрине как раз на странице правой, открытый абзац, где 27 июля Пугачев вошел в Заранск. И далее Пушкин описывает судьбу архимандрита Александра. Он говорит, что никто так жестоко не поплатился за это, как архимандрит Александр. Затем, как он был арестован спустя несколько месяцев, он был привезен в Казань. Его привели в собор, возложили на него полное облачение, однако руки его были скованы. Затем отслужили литургию последнюю в его священнической жизни. Затем его вывели к народу, сняли с него облачение. Затем сняли с него иерейские священнические архимандричьи одежды. Затем ему остригли волосы и бороду. И, одев простой армяк, посадили в сани и увезли. И, как писал Пушкин, народ был в ужасе и жалел о преступнике. Потому что архимандрит Александр получается ценой не только собственной священнической карьеры, он ценой, наверное, и своей гордости, и своих каких-то человеческих чувств и достоинств. Он спас город Саранск от разгрома, но, тем не менее, от властей, как человек, который встретил самозванца, он был, конечно, жестоко наказан. Вот об этом же напишет Алексей Ларионович Масловский, один из первых краеведов нашего города. Это священник, который служил во второй половине 19-го столетия в Троицкой церкви. Он также писал в своей работе, в своей статье Пугачев-Саранский, что самому жестокому наказанию подвергся, конечно, архимандрит Александр. И вот в память об этом человеке, к счастью, в нашем музее сохраняется его облачение. И любой житель нашего города и любой гость Республики Мордовия, когда придет в наш музей, то в зале 18-го столетия увидит вот это замечательное облачение, увидит историю Пугачевского бунта Пушкина, увидит указ святейшего правительственного синода об отлучении от церкви Емельяна Пугачева. Но следует оговориться, что все-таки перед смертью Емельян Пугачев покаялся, и отлучение все-таки было затем снято. И гравюру, изображающую самого Емельяна Пугачева, закованного в кандалы. Если это так говорится, опять-таки еще раз, что Пугачев все-таки дважды был в Саранске первый раз в качестве государя-императора Петра Федоровича, а второй раз его уже поздней осенью 1774 года в кандалах и оковах через город провез генерал-поручик Александр Васильевич Суворов. Вот так связан Пугачев непосредственно с нашим городом Саранском. Приходите в наш музей, узнаете множество замечательных историй. Субтитры подогнал «Симон»!